Привет всем! У нас сейчас большой буддийский праздник Обон. Это такое время, когда души умерших возвращаются на побывку домой на огуречной лошадке. Быстро-быстро. Они здесь какое-то время отдыхают, наслаждаются едой, общением с родственниками, танцами и песнями. А потом на баклажанной коровке медленно возвращаются обратно в потусторонний мир. Что? Если ваша реакция сейчас примерно такая же, то поверьте мне, когда я впервые узнала про Обон, у меня было абсолютно то же самое. Куда делась реинкарнация? Ну, наверное, все люди, которые хотя бы что-то немножко знают о буддизме, знают о том, что один из основных концептов буддизма – это реинкарнация. То есть перерождение. И никакие души умерших на побывку домой, конечно же, возвращаться не могут. Так откуда же всё это вообще взялось? Давайте разбираться. Для начала. Реинкарнация, конечно, является очень важным аспектом буддизма. Сразу скажу, что ничего особенно хорошего в ней нет, потому что мы вообще перерождаемся из-за того, что даже после смерти тела разум настолько помешан в вот этих желаниях, хотелках и привязанностях, что он просто перетекает в другое тело и продолжает своё ужасное низменное существование. Исправить эту ситуацию можно, конечно, достигнув нирваны, но если вы не способны достигнуть нирваны, то есть возможность как, по крайней мере, хорошо переродиться. И буддизм это даёт. Это, во-первых, просто хорошо жить, делать хорошие вещи и не делать плохих вещей. И за счёт этого вы получите перерождение чуть получше. И ещё это иметь правильный настрой в момент смерти. Если человек не психует, не истерирует, принимает смерть и вообще правильно ко всему этому относится, то и перерождение у него будет лучше. И поэтому в какой-то степени вся эта осознанность, рефлексия, медитация являются тренировкой до вот этого последнего момента перехода. Итак, вот примерно так у нас выглядит реинкарнация. И фактически она принята по всему миру. У всех буддистов в той или иной степени. Но неотъемлемым концептом реинкарнация не является. Да, это важно, но не неотъемлемо. Например, сокулярные буддисты, те самые, которые предпочитают считать буддизм философией, а не религией, в реинкарнацию могут и не верить. Они могут воспринимать её как некую метафору. Типа это то, что ты оставляешь после себя, ну и так далее и тому подобное. И, конечно же, хотя практически во всех буддистских странах реинкарнация в той или иной степени принимается, но однозначным концептом она может не являться. В той же Японии, например, понятие реинкарнации, конечно же, есть. И если вы почитаете Сетцево «Буддистские легенды», то вы найдёте там огромное количество историй о хорошем или плохом перерождении. Так откуда же у нас взялся Убон? Сформировался он вообще в Китае. И, как ни странно, но в основе он имеет канон буддистский. Это эпизод из Уламбана сутта, сутры о почтительности по отношению к предкам. Да, кстати, в индийском буддизме тоже существовал концепт почтительности по отношению к предкам. Как и, например, в Китае, он просто был немножко другой. И в изначальном виде это выглядело так. Ученик Будды Магдальяяна достиг той степени развития, когда он смог найти своих умерших родителей, посмотреть, в кого же они переродились. И он выяснил, что с папой всё в порядке, а вот мама переродилась голодным духом. Он стал думать, как помочь маме, и обратился за советом к Будде. Будда ему сказал, что самостоятельно Магдальяяна помочь маме никак не может. Но если он сделает подношение всей Сангхи, то есть всем монахам и монахиням, то вместе они смогут передать свои заслуги маме Магдальяяны. Так они и сделали. И вот этот вот способ, то есть подношение монашескому комьюнити, Сангхи, в этой сутре преподносится как возможность помочь своим предкам, которые как-нибудь не очень хорошо переродились. В таком виде оно пришло в Китай, и там легло просто как родное. Во-первых, в Китае культ предков, во-вторых, конфуцианская сыновня почтительность. И тут вот такая прекрасная история. В общем, Магдальяяна и его мама, или Мулян и его мама, в китайском языке Магдальяяна стал Муляном, стали регулярными участниками проповедей, представлений, а потом и печатной продукции, рассчитанной на массы. И история в конце концов распухла и стала напоминать какой-то остросюжетный роман. В частности, добавились такие сюжетные линии, как, например, побег из ада. То есть изначально мама Муляна переродилась даже не голодным духом, она попала в ад. И Будда, чтобы спасти её из ада, сломал стену ада и выпустил оттуда всех, кто там мучился. Потом вот эти подношения, которые Мулян делал монахам, превратились в некий пир на весь мир, в котором участвовали монахи и даже голодные духи. И вот эти все концепты все вместе пришли в Японию. Но изначально этот праздник скорее выглядел, как вот такой храмовый праздник с кормлением голодных духов. Но как же так получилось, что он стал переноситься, во-первых, на всех умерших, не только тех, которые томятся в аду. А здесь помогло три концепта, которые существовали в Японии. Во-первых, во время распространения буддизма в Японии стало весьма популярно представление о том, что ад, он неизбежен. Неважно, как ты стараешься, но ты всё равно делаешь что-то плохое. И понятное дело, что ничего, кроме ада, тебя ждать не может. Впоследствии этот концепт наложился на другой, получше и поприличнее, концепт чистой земли. Месте, где можно переродиться независимо от твоих заслуг, благодаря милости Будды Амиды. Этот концепт стал основным в народном буддизме. И он соединился с третьим концептом, согласно которому души умерших отправляются на какую-нибудь ближайшую гору. Понятное дело, этот третий концепт – это уже такое самое-самое старое японское верование народное. Итак, таким образом у нас складывается идея, что духи умерших после смерти отправляются в какое-то хорошее место, чистую землю, где они очень неплохо проводят время и раз в году могут вернуться на побывку домой. К слову сказать, их потомки делают точно так же. Они работают где-нибудь в своих Токио, но раз в году на Убон они возвращаются в родную деревню, чтобы встретиться со своими предками, ну а также со своими родителями, которые, очевидно, в этой деревне до сих пор живут. Вот такой красивый концепт. При этом сама идея про ломание стены ада и кормление голодных духов, которая изначально-то и сформировала вот этот праздник Убон, она практически исчезла из глобального инфополя. В храмах по-прежнему проводятся ритуалы кормления голодных духов, но это уже чисто такой храмовый ритуал, который даже не стремятся донести до прихожан. Потому что кому же понравится думать, что твоя любимая бабушка переродилась голодным духом? Как-то неприятно, согласитесь. Да, при этом одним из очень важных элементов праздника Убон является Бон-О-Дори, праздник, который, по легенде, первым станцевал именно Мулян, когда узнал, что его мама наконец-то спасена. Как относиться к такому странному празднику? И праздновать ли его, если вы буддист? Мне Убон нравится. Мне он нравится, потому что, хотя он такой чисто народный и очень плохо сочетается с представлениями о инкарнации. Но это праздник благодарности тем, без кого нас бы не было. И вообще такой вот доброй щедрости. Мы кормим голодных духов, встречаемся с нашими предками, мы вспоминаем только хорошее. По-моему, замечательный праздник, почему бы его не праздновать. Ну и Убон-О-Дори, конечно, это очень красивый танец. Ну что ж, на этом всё. Пока-пока!